Предполагается, что почти 700 гектаров открытой территории появятся за КПП-4. Сейчас это земли Дивеевского и Темниковского районов. Поручение проработать изменения в указ об утверждении границ за то дал президент после проведенного 30 января заседание Совета по развитию местного самоуправления. По полученным нами сведениям из ВНИЭФ, поскольку за периметр хранения отвечают они, периметр переноситься не будет. То есть это будет территория закрытого административно-территориального образования, но чуть менее охраняемая, чем нам привычная территория города. Северная территория включена в генплан Сарова в качестве резервной для развития. Детально этот вопрос проработают, когда выйдет указ президента. Пока ее предполагают разделить на зоны. Две трети ходать под жилищное строительство и создание соответствующей инфраструктуры, остальное – самые отдаленные участки под производственной площадки. Необходимость присоединить новые территории города возникла давно. Ресурсов для развития в границах практически нет. Практически две трети территории, которые сегодня огорожены периметром, находятся в пользовании ВНИЭФа и эта промплощадка. А из оставшейся трети, где-то половина – это наши леса, которые наши жители очень ревностно охраняют. Если вы помните историю с метрорайоном 1А1В, сколько было бурлений вокруг того, что будет срублен лес. Для развития производственных территорий ресурсы совсем исчерпаны. Предложение по изменению границ президента представят к 1 ноября.